Качество пользователей этой платформы, какая между ними разделение труда, какие роли между теми, кто пользуется этой платформой, и какие правила использования. И вокруг всего этого получается, что вот эта платформа, она опосредует и создает какую-то систему деятельности людей, вокруг реагирования на чрезвычайную ситуацию. Качество примера, чтобы вы просто поняли, как это работает, всем, наверное, знакома поиск, роман, новелла, не знаю, как сказать, рассказ Тимур и его команда, и вы, наверное, помните, что там Тимур, который был главой своей команды, у него был такой на чердаке большой руль, и когда он должен был мобилизовать всех членов своей команды, к этому рулю были подключены разные нити, и, соответственно, в зависимости от того, кого ему надо было мобилизовать, он крутил этот руль, и эти люди приходили. И этот руль, он, по сути, опосредовал вот эту систему деятельности и мобилизации, кого надо мобилизовать, в какой ситуации, для чего, он позволял ему управлять этой сетью. В какой-то степени Аркадий Гайдар придумал такую модель интернета даже, потому что это была именно сетевая структура. Если мы говорим о, например, колоколе, или как-то на бате, или ринде, как сейчас стало популярно называть под пожаром 2010 года, то, опять же, есть некий предмет, вопрос, кто в него звенит, кто это слышит, и как люди реагируют в тот момент, когда они слышат этот звонок. Потому что колокол может быть инструментом предупреждения, чтобы люди убегали, а может быть инструментом увлечения, для того, чтобы люди собирались и начинали бороться с пожаром. Поэтому здесь, на самом деле, есть разделение труда. Есть те, кто слышит колокол и убегает, а есть те, кто, соответственно, бегут за ведрами и начинают сушить. И с этой точки зрения цифровые платформы, они по какой-либо степени тоже являются такими предметами, такими артефактами, которые опосредуют систему деятельности вокруг тех или иных платформ. Что еще очень важно, здесь стоит выделить два типа подобных платформ. Это платформы, которые создают сообщество, и платформы, которые непосредственно позволяют координировать какие-то виды деятельности. Платформа, которая создает сообщество, вот классическая платформа, платформа штата Виктория, которая занимается поиском пропавших людей. Такой классический отряд Search and Rescue, по-русски Спасотряд. Поисково-спасательный отряд, спасибо, да. Соответственно, здесь цель платформы это непосредственно собрать группу людей. Дальше мобилизация, координация, все это происходит вне этой платформы. Здесь люди только регистрируются, собираются, и дальше есть какие-то администраторы, которые анализируют всю эту информацию, и уже вне интернета дальше вся эта платформа работает. Это достаточно закрытая вертикальная структура, когда роль интернета это именно создать эту группу. С другой стороны, есть платформы, которые позволяют непосредственно координировать деятельность через интернет, когда просьбы и предложения, они открыты, когда речь идет не о создании группы, а именно о координационном инструменте, когда для всех эта информация открыта. Здесь я в качестве примера использую Bushfire Connect. Это на базе Ушахиди созданная в Австралии платформа для сбора данных о пожарах в разных регионах Австралии. Я скажу о ней чуть-чуть позже. Но что важно, что в принципе Ушахиди как платформа, это именно платформа, которая всегда занимается не конструированием группы, которые потом где-то задействуют, а непосредственно опосредованной деятельности, организацией деятельности, которая открыта для всех, и которая происходит в более горизонтальном формате, а не вертикальном, когда это контролируется кем-то вне интернета. Еще один очень важный элемент, это кто имеет доступ к данным о том, что происходит вокруг чрезвычайной ситуации. И здесь в Австралии была создана платформа, это опять же штат Виктория, которая называется Emergency Map, которая пытается собрать все источники информации вокруг пожаров и определить разные степени доступа к этой информации. То есть есть некоторые доступы, некие типы информации, к которым есть доступ только у людей, которые работают в пожарной охране, а есть доступ у всех граждан. И это очень важно, чтобы проанализировать у кого к чему есть доступ, потому что координация и работа вместе, она, естественно, зависит от того, у кого есть доступ к информации. Потому что сама организация волонтеров или координация работы вместе с волонтерами, все это зависит от того, какая информационная картина и кто этой информационной картиной обладает. И здесь есть некая тенденция, когда при помощи таких платформ степень доступа к информации И то, что по-английски называется interoperability, то есть какая-то общая операционная система для разных структур, включая потенциально граждан-волонтеров, она создается через единую информационную платформу вокруг чрезвычайной ситуации. И вторая часть моей презентации, очень коротко, несколько примеров конкретных платформ из Австралии на базе вот такой классификации. Я выделяю четыре типа платформ в интернете, связанных с чрезвычайными ситуациями. Во всем, что касается волонтеров. Первое это постоянные информальные волонтерские организации. Это, прежде всего, классические пожарные люди, которые учатся, которые чаще всего получают эти тренинги и получают свой инвентарь от тех ино-государственных структур, в том числе, естественно, пожарные волонтеры есть и в России. В Австралии большинство пожарных служб базируется на волонтерах, но при этом они спонсируются государством. И они являются достаточно официальными системными структурами, которые контролируются и организованы государственными системами. То есть это традиционные волонтеры. Есть постоянные организации, которые являются вне системы. То есть это не вот эти классические волонтеры, которые проходят обучение благодаря государству, но организуются сами, но при этом они создают какие-то свои организации и работают независимо, но на постоянной основе. И, наконец, есть два типа спонтанных волонтеров, то есть те, которые возникают в момент чрезвычайной ситуации. Прежде всего, это спонтанные волонтеры, которые пытаются координироваться с формальными системными организациями. То есть если государственная служба или агентство реагирования пытается скоординировать этих волонтеров, и, наконец, спонтанные волонтеры, которые пытаются сами себя соорганизовать и скоординировать. И, соответственно, то, что я хочу сделать дальше, это просто вот по этим четырем категориям очень быстро показать четыре примера того, как это работает в Австралии. Прежде всего, традиционные волонтеры. Основной инструмент для традиционных волонтеров в Австралии, инфраструкционный, это, как ни странно, пейджеры. Я не знаю, используются ли они до сих пор в России или нет, но пейджер все равно вы увидите, что у любого человека, который занимается чрезвычайными ситуациями, не обязательно на поясе пейджер, если что-то происходит, сразу все люди в бригаде, которые как-то у них есть общая система информирования через пейджер, они получают сообщение, там-то, там-то пожар, надо туда-то ехать. Но пейджер это достаточно такая уже запотопная система, при всем уважении и достаточной надежности этой системы. Очень небольшое количество информации может передаваться через пейджер. Кроме того, проблема заключается еще в том, что пейджеры, они достаточно нецелевые системы. То есть в тот момент, когда рассылается сообщение, то рассылается сообщение уже всем членам сети, а не каким-то отдельным конкретным группам. Поэтому одно из основных направлений сегодня в Австралии, это достройка системы пейджера через дополнительные системы. Здесь, например, я общался недалеко от Милдуры, в центре, на границе между Южной Австралией и штатом Виктория, с пожарной бригадой, которая использует компьютерную систему, которая через Фейсбук обрабатывает сообщения от пейджера, дополняет к нему географическую информацию, где пожар, что произошло. И потом уже через Фейсбук на мобильный телефон рассылает уже на базе сообщения через пейджер более какое-то подробное сообщение с картой, с фотографией места, где это произошло через Google Maps. То есть просто дополняет, делает какие-то дополнительные слои информации. Есть приложения, которые позволяют на базе пейджера, опять же, на базе системы расширять количество пользователей, так, чтобы получать сообщения от пейджера можно было не только тем, у кого есть система, у кого есть непосредственно пейджер, потому что количество пейджеров достаточно ограничено. Есть системы, которые позволяют специальные мобильные приложения внутри бригад, которые позволяют отмечать членам бригады, волонтерам на постоянной основе, когда они свободны и когда нет. То есть он пишет, что во вторник, в следующий четверг я могу реагировать, а пятницу, субботу, воскресенье я не могу реагировать. И, наконец, геолокационные приложения, которые позволяют собирать информацию о пожаре, редактировать эту информацию. Вот это приложение называется FireCocket. Но что, в принципе, интересно, что есть очень большое количество новых инноваций на этом поле, и основное количество инноваций происходит именно на уровне бригады. То есть вот эти бригады волонтеров, у них есть своя станция, но у них есть достаточно большая степень зависимости принимать решение, какое именно приложение и какие именно платформы они могут использовать. И что еще важно, что у всех у них есть свои Facebook-страницы, но некоторые из них используют только внутренние для как бы внутренней коммуникации между самим собой, а у некоторых есть и внутренние, и внешние, потому что внешние они больше для работы с местным населением. Это первый тип традиционных волонтеров. Второй тип – несистемные волонтерские организации. Здесь, как основной пример, я хочу упомянуть организацию, которая называется MAPS. Это организация гис-экспертов австралийских, экспертов по географическим и геоинформационным системам, которые, собственно, когда происходит какой-то катаклизм, они готовы помогать государственным официальным структурам. Здесь, опять же, не очень видно. Это оперативный центр на время пожаров минувшей осенью. И что здесь очень интересно, что здесь присутствуют аж три разных типа представителей разных организаций. Здесь вот желтые майки – это как бы глава координационного центра, который является государственным чиновником. Вот там люди, которые операторы – это волонтеры, которые являются традиционными волонтерами из пожарной службы. А вот эти люди с майками MAPS – это вот эти геоинформационные эксперты, которые являются независимыми организацией, но которых призывают помочь, когда происходит какая-то ситуация. И у них есть своя платформа. Но, опять же, эта платформа, она больше для организации вот этого сообщества. Дальше, когда что-то происходит, то они уже приезжают в эти центры и помогают государственным структурам в той области, в которой они являются лучшими специалистами. Еще один пример – это платформа, которую я уже упомянул – Bushfire Connect. Это группа людей, которые организовались для того, чтобы собирать информацию о пожарах, как ответ на то, что произошло во время Черной Субботы в 2009 году. На базе Ушахиди они просто создали платформу для всей Австралии для того, чтобы собирать информацию о пожарах от людей и от официальных структур, и это, по сути, своего рода агрегатор. Соответственно, здесь проблема была в том, что это была наполовину волонтерская сеть, наполовину организация, и это должно было работать не только в ЧАЭС, но и в ежемерности, и поэтому у этой платформы возникло достаточно много проблем со стабильностью работы, потому что бесконечных волонтерских ресурсов у них не было, и после двух лет они прекратили существование, но они застряли где-то между формированием официальной организации и созданием просто платформы для сбора информации, что создало проблемы. Третий тип, о котором я говорил, это тип, когда государственные структуры пытаются координировать спонтанных волонтеров. Когда что-то происходит, вопрос возникает для традиционных структур, что мы делаем со всеми этими людьми, которые хотят что-то делать, хотят кому-то помочь. В Австралии есть целый ряд таких платформ, в чем-то для тех, кто знаком, это напоминает платформу доброволец.рф, которая существует в России, а вот это платформа из Кунсленда, которая называется Emergency Volunteering, это платформа, которая называется Volunteering Tasmania для штата Тасмания, такой остров, если вы помните, где тоже есть достаточно серьезные пожары. Но с этими платформами есть достаточно серьезные проблемы, и очень большая критика со стороны этих спонтанных волонтеров. Я переведу то, что говорит Тим Миллер, один из таких волонтеров, он говорит, что дело в том, что эти платформы созданы для того, чтобы люди регистрировали свои интересы, а потом, в зависимости от интереса этих организаций, от запросов, они уже дальше решают, что с этими людьми делать. То есть эти системы достаточно закрыты, в то время, когда основная проблема это не вот это создать реестр потенциальных людей, которые задействуют, и дальше не очень понятно, когда их задействуют, а когда нет, а как поддержать уже локальные самоорганизации, как локальные сети волонтеров, которые хотят что-то делать, и как, собственно, дать им инструменты для того, чтобы оптимизировать те процессы, которые происходят. Поэтому, например, с волонтированием Consulants, вот это emergency volunteering, эта платформа у них вообще произошла во время последних наводнений, коллапс, они не знали, что делать со всеми списками, которые у них есть. Волонтеры на них очень сильно рассердились, потому что они чувствовали, что их недостаточно задействуют, и у них были больше ожидания от того, как их будут публикать. Поэтому с такого типа платформами, когда есть попытка создать реестр, а потом в каком-то закрытом формате его задействовать, есть достаточно серьезные проблемы. Другой формат задействования – это когда традиционные организации просто идут в социальные сети. И здесь был достаточно очень позитивный опыт муниципалитета города Брисбен в 2012 году, когда там были наводнения. Они попросили через социальные сети, сделали клик такой общий для того, чтобы помогать расчищать город после того, что там произошло. И то, что получилось, это сформировалось то, что по-английски называлось «мад армией», армия грязи. Очень большое количество людей, которые занимались расчисткой, когда они просто координировали, говорили, в каком месте им надо собираться, и давали некую инфраструктуру, давали инструменты. И здесь возникло очень эффективное взаимодействие, которое было задействовано не на попытке сначала создать реестр, а потом задействовать людей, а на таком открытом формате координации, в том числе через Фейсбук. Причем, что интересно, часть этих групп в Фейсбуке, они были сами созданы неофициально, а в таком достаточно неформальном формате муниципалитетом города Брисбен. И, наконец, последняя группа, о которой я хочу поговорить – это спонтанные внесистемные волонтеры, которые сами себя организуют. Причем-то это напоминает карту помощи, которую Алексей запомнил в начале. И здесь две платформы, которые мне хочется упомянуть. Это платформа, которая занималась проблемой поиска мест для эвакуации людей, пострадавших от недоводнений в Коинсленде. И называлась она OpenBet. То есть все, что она делала – люди, у которых было место, куда люди могут оставаться, они писали – вот у нас есть свободная комната, люди могут к нам эвакуироваться. И другие, которым нужна была эвакуация, соответственно, искали и находили это. И вторая платформа – FloodAid – это, по сути, в чем-то авторийский аналог карты помощи. Когда здесь была написана помощь нужна, здесь помощь предложена. И, соответственно, опять же, в открытом формате координировалось. Люди просто напрямую находили, как они могут помочь. Или те, кому нужна была помощь, находили тех, кто им может эту помощь оказать. Ну, естественно, много самоорганизаций спонтанных волонтеров происходит через социальные сети, через Twitter. И, как говорит здесь, опять же, один из организаторов этих платформ – это создатель вот этой платформы QLD Flats, OpenPets, что мы видим очень большую организацию сообщества, которая хочет что-то сделать в момент катаклизма, но у них нету платформ для того, чтобы они в гибкой форме могли найти себе эти форматы участия. И здесь есть достаточно большая критика по отношению к структурному реагированию. Опять же, это значит, что в Австралии все тоже достаточно сложно. И здесь достаточно большая критика в адрес структур ЧС за то, что они не очень хорошо координируют свою работу с подобными спонтанными волонтерами. Такие инструменты, они работали самостоятельно. Еще одна цитата, которая говорит о том, что у людей было очень много разочарования от того, что им не давали возможности, не давали формы взаимодействия, не давали инструменты для того, чтобы участвовать в реагировании ЧС, когда у них было это желание. И было очень много балагана, неорганизованности во всем, что пытались делать традиционные системы реагирования. И поэтому подобные инструменты, они по сути создали альтернативу для того, чтобы спонтанные волонтеры самоорганизовались. Что важно сказать про эти платформы, что обычно они долго не выживают. Эти платформы, видите, вот это OpenBets, там Account Suspended, если вы найдете сегодня. С FloodAid, замечательной платформой, кстати, произошла еще более смешная, немного печальная история, когда этот домен был перекуплен страховой компанией, которая занимается страхованием от чрезвычайных ситуаций. И сегодня, если зайти по тому же адресу, там вообще другая платформа. Bushfire Connect тоже просто сегодня не существует, эта платформа была закрыта, потому что два года они пытались как-то ее поддерживать, но не смогли поддерживать. Поэтому здесь есть отдельные темы, которые я сейчас не буду затрагивать, но это как вот это спонтанное, можно трансформировать что-то позитивное, стабильное, не теряя этот уникальный опыт. И здесь как раз вот то, что мы пытались сделать в российском контексте, достаточно интересный опыт, как бы что мы делали с картой помощи, закрывать ее, не закрывать. Это возникает очень много интересных вопросов, и опять же это показывает, что эта проблема не только российская, но и проблема в том числе австралийская. И наконец последнее, что я хочу сказать, что очень важно и интересно, и это уже более в сравнительном аспекте, когда мы говорим о краудсерсинговых платформах и, в первую очередь, о Шахиде, наиболее интересно посмотреть на структуру категории, которая используется в краудсерсинговых платформах. Потому что структура категории, которая определяется пользователем краудсерсинговых платформах, она по сути во многом определяет задачу этой платформы. И в какой степени эти категории соответствуют категориям анализа информации вокруг чрезвычайной ситуации в традиционных системах реагирования. Потому что мы видим, что если платформа запускается государственной структурой, то есть внутренние системы управления ЧС, и те же категории, которые есть в внутренней системе, они проявляются во внешней системе. Если это гражданские платформы, то там категории определяются пользователями и создателями платформы, поэтому эти категории могут, например, заниматься не только мониторингом ЧС, а координацией, реагированием и сбором информации. Опять же, это достаточно большая тема, и очень интересно сравнивать категории, здесь, например, карта помощи, опять же, с австралийской Bushfire Connect, это платформы Queensland для реагирования на пожары, как они используют в Шахиде, но, опять же, важно понять, что категории в любой платформе, они имеют очень большое значение для определения задачи работы этой платформы, и с этой точки зрения, одной из наиболее прогрессивных разработок, которые я обнаружил в Австралии, это была платформа Emergency OS, которая решила, что вообще надо отойти от этого классического определения категорий по тому, как мы понимаем информацию, и определять категорию не только через геолокацию, что происходит вокруг вас, но и через те чувства, которые у нас есть. Здесь мы видим, что основные категории я вижу, я чую, я чувствую запах, я чувствую, я нахожусь в этой ситуации, я слышу. И дальше они категоризируют всю информацию, которую пользователи могут передавать в эту платформу, дальше, например, я вижу что-то испорченное, я вижу что-то разрушенное, я вижу что-то мёртвое, дальше вы заходите на следующее, он пишет вам мёртвый живот, вам не мёртвого человека. Здесь я чувствую запах...